В начале года компания Kia презентовала EV6, свой первый серийный электромобиль. Уже летом продажи модели стартовали на родине, в Южной Корее, а осенью новинка бросилась покорять старый свет. И это, как оказалось, не конец путешествия. В 22-м году модель выйдет на российский рынок. Сейчас идет процесс сертификации, а потому российский офис Kia пока не называет ни конкретных дат, ни цен. На ажиотажный спрос, как в других странах, производитель особо не надеется. Хотя и считает, что у сегмента электричек в России есть большой потенциал. Мы в компании Kia верим, что электрический рынок в России будет развиваться. И в конце концов у нас появится большое количество электрических машин в России. Поэтому компания Kia хочет быть одним из лидеров этого процесса. И уже сейчас готова продемонстрировать свой новый автомобиль Kia EV6. EV6 – первая модель Kia, построенная на модульной платформе E-GMP. Той же тележке, что лежит в основе Hyundai Ioniq 5. В самом мощном исполнении GT электромобиль выдает без малого 600 сил. А в основной линейке есть четыре модификации с моторами мощностью от 170 до 325 л.с. Задним или полным приводом, батареей на 58 или 77,5 кВт-ч. К нам же, скорее всего, приедет топовая версия. То есть двигатель в 325 сил, более ёмкий аккумулятор и привод на четыре колеса. Если говорить о самых мощных ваззарядках, 350 кВт и 800 Вольт, то при такой зарядке машину можно зарядить полностью до 80% за 18 минут. А за 4,5 минуты зарядки можно получить достаточное электричество для того, чтобы проехать 100 км. В России таких мощных станций пока нет. У нас подзарядка займет как минимум в три раза больше времени. Зато на одном аккумуляторе EV6 проходит свыше 500 км. А это, как говорят в компании, одно из главных преимуществ новинки перед конкурентами. У электромобиля очень много параметров. На текущий момент, если мы сравним, например, пробег на полной заряженной батарее, при условии, что у нас полный привод и увеличенный размер батареи, то Kia EV6 показывает пробег с 506 км. И этот параметр лучше, чем у конкурентов даже из премиум-сегмента. Сначала EV6 поступит к дилерам Москвы и Петербурга. Но потом география расширится, а попутно будут возводить фирменные зарядные станции. Есть шанс, что электрокар появится и в сервисе подписки на автомобили Kia Flex. Но об этом, как и обо всем остальном, корейцы расскажут позже. Субтитры создавал DimaTorzok